Ассаляму алейкум. У многих обывателей вызывает усмешку выражение «мусульманская мода». Помню, как-то одна из моих коллег задала мне вопрос, а разве есть такое понятие, как «исламская мода?» Как можно полностью закрыться, надеть хиджаб и выглядеть при этом модно? Тема сегодняшней нашей передачи – современные тенденции исламской моды. Вместе с известными мусульманскими дизайнерами я постараюсь ответить на многие ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Известные дизайнеры из Дагестана Заира Джаватханова и Бажиханум Тажуддинова ломают все стереотипы. Девушки считают, что мусульманка может и должна выглядеть красиво. Главное – скромно, женственно и изысканно. Рассказывает Патимат Бурзиева. Платье делового стиля, как я говорила, уже можно носить спокойно на работу, на деловую встречу. Также костюмы, сейчас очень в моде кейпы. А еще платье на мавлиды, базовые образы и пижамные костюмы. И это лишь небольшая часть коллекции одежды, автор которой – известный дагестанский дизайнер Заира Джаватханова. Все фасоны Заира придумывает сама. Шить и рисовать она начала еще в раннем детстве. Со временем увлечение переросло в профессию. Меня очень тянуло в творчество, в творческую сферу. Но, к сожалению, так это и осталось на уровне хобби. Но уже потом, после 18 лет, когда я уже начала работать, захотелось что-то создавать, творить. Еще несколько лет назад в Дагестане бытовало мнение, что женщина в хиджабе не может выглядеть современно. Но Заира ломает стереотипы. Ее героиня – скромная, женственная и одновременно деловая девушка-мусульманка. Девушка может одеваться скромно, при этом она может выглядеть стильно, красиво. Также бытует мнение, что девушка в хиджабе не может устроиться на хорошую работу, не может получить какой-то значительный карьерный рост, что ей мешает платок. Я хочу сказать, что это не так. Я сама ломаю стереотипы. Женщина в хиджабе может хорошо развивать свой бизнес, может работать и в госорганизациях на хороших должностях. Свой онлайн-магазин талантливый дизайнер назвала «Сафали» в честь любимых дочерей Сафия и Алия. Ее клиентки – это молодые женщины от 20 до 35 лет, которые предпочитают заказывать и выбирать одежду именно по интернету. Это мамы, мамы в декрете, активные мамы, работающие мамы также. Чаще всего это девушки еще до замужества, от 18 тоже есть лет до 22. С каждым днем хиджаб становится все популярнее, рассказывает Заира. Совсем недавно она была в гостях у известного модельера Славы Зайцева, который поделился с ней будущими планами. Совсем скоро он представит новую коллекцию мусульманской одежды для женщин. Месяц назад я проходила обучение у Вячеслава Зайцева. Я с детства мечтала с ним познакомиться и вот наконец-то осуществила свою мечту. Но если одежду от Заира Джаватхановой предпочитают деловые женщины, то марка «Бажи» больше подойдет для тех, кто много времени посвящает семейному очагу. В нашем магазине представлены платья для среднего класса, для среднего уровня населения. Есть много платьев, как домашняя одежда, платья на выход, торжественные наряды, вечерние. Платья, шитые из ткани производства Турции, Дубая. В мире исламской моды Дагестана Бажиханум Тажуддинова уже 10 лет. По словам дизайнера, она сама эту моду и творит, учитывая вкусы и возможности своих клиенток. Когда начинала модный бизнес, то о женской исламской одежде мало кто знал в республике. То, что предлагал рынок, мне не нравилось. Не нравилось по цвету, чуть-чуть отличалось от той одежды, которую мы привыкли носить. И тогда у меня пришла идея открыть, создавать одежду, соответствующую нормам шариата, и чтобы нравилось девушкам, чтобы было приятно одевать, чтобы мы выглядели красиво, женственно. Благодаря дизайнерам любая мусульманка может не только исполнить свой религиозный долг, но и достаточно хорошо выглядеть. Более того, выбор исламской одежды сегодня настолько разнообразен, что вкусы дагестанских мусульманок отличаются от их сестер по вере, проживающих в других регионах России. Больше присутствует именно дагестанский колорит. Наши девочки все равно любят, чтобы присутствовал орнамент или какие-то детали из старинной дагестанской одежды, чтобы обязательно все это присутствовало. И плюс многие наши девочки любят очень много, чтобы было кружева, камней. Ну а какой же все-таки должна быть женская исламская одежда, несмотря на постоянно меняющуюся моду? Ответ на этот вопрос мы решили узнать у окружающих. Ну, женская одежда, мусульманская, должна быть приятная на вид. Очень приятно бывает смотреть на девушек, которые одеты в такую яркую, но не через чур броские оттенки одежду. Но несмотря на все тенденции изменения моды, в Коране строго определены требования, предъявляемые к женской мусульманской одежде, согласно которым на нее накладываются определенные ограничения. Женщине нельзя показывать, кроме лица и кис, рук, ничего. Все, что одевается сверху, она не должна выделять никаких ее частей тела, какой бы она ни была. Скромно, изысканно и женственно – вот как должна выглядеть современная мусульманка, подчеркивая своим нарядом отнюдь не фигуру, а собственную индивидуальность. Мы возвращаемся в нашу студию, и в гостях у нас известный дизайнер из Казани, создатель бренда «Джамиля Стайл» Джамиля Салахова. Ассаляму алейкум, Джамиля. Алейкум салям. Джамиля, очень рада видеть вас в студии канала «Алиф». Спасибо большое. Я тоже очень рада находиться в вашей студии, в моем любимом городе, в Стамбуле. Джамиля, расскажите, пожалуйста, сначала о вашем бренде. Аль-хамдуля, по милости Аллаха, нашему бренду в марте, 15 марта, исполнится три года. Вот уже три года мы радуем мусульманок России своими нарядами. А в чем изюминка вашего бренда, Джамиля? Изюминкой нашего бренда я все-таки считаю то, что мы занимаемся не только массовым пошивом, мы занимаемся также индивидуальным пошивом свадебных платьев. Машала. Вы вот рассказывали, что вы делаете на этом особый акцент, да? Мы делаем на этом особый акцент. Это, знаете, такая моя зона творчества, где я реализуюсь, подбираю ткани, кружево, тофту, просто сетку. Можно сказать, я такое удовольствие получаю. Общение, снятие мерок и география наших заказов очень широкая. Мы работаем и с Европой, и с Австралией, и с Америкой. Радуем мусульманок своими нарядами, мусульманок всего мира, можно сказать. Джамиля, скажите, многие девушки считают, что исламская одежда, она очень дорогая, порой даже недоступная. Расскажите, пожалуйста, почему так происходит? Действительно, на первый взгляд кажется, что мусульманские наряды, длинные платья, они очень дорогие. Но цена обуславливается тем, что при пошиве используется много метров ткани. Минимум на одно платье это от трех метров, а то и может быть семь с половиной метров, если это солнце клеш. Поэтому, учитывая стоимость ткани, учитывая стоимость пошива, учитывая накладных расходов, это аренда, зарплата продавцу, тем и обуславливается эта цена. Конечно, платье не может дешево стоить, потому что изначально затраты большие. Но поверьте мне, если посчитать все затраты, то уже не покажется, что платье дорогое. А скажите, пожалуйста, Джамиля, удается всю коллекцию вашу реализовать или что-то остается? Аль-Хамду-Лля, по милости Аллаха, мы почти все реализовываем. Но, конечно, прям 100% реализовать не получается. Лично мы, как бренд Джамиля Стэл, могу сказать, что мы не очень любим делать скидки. Но когда остается одежда, мы или и дарим при покупке эти платья, или мы, например, можем подарить малоимущим. Машала. Да. Но так, чтобы у нас много одежды оставалось, на полках лежало, конечно, такого нет. Иначе мы бы не смогли продержаться на рынке три года, если бы мы шили и не продавали. Аль-Хамду-Лля, мы работаем, шьем и продаем. А сейчас, Джамиля, я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть сюжет нашего московского корреспондента Игоря Рябцева. Сюжет о том, как и где одеваются столичные мусульманки. Ведь буквально несколько лет назад в Москве наблюдался огромный недостаток исламских магазинов. Давайте посмотрим сюжет. С удовольствием. Всем мусульманам известен хадис, согласно которому пророк Мир ему сказал, «Воистину Богу присуще лишь красивое, и он любит красоту». Для женщин это высказывание ох, как ценно. Ведь какая девушка не любит красиво одеваться? Вот только сделать это не так уж просто. Московские мусульманки нередко жалуются. Найти в столице магазин со стильной одеждой, соответствующий шариату, почти невозможно. Вероятно, они просто еще не были в торговом центре «Барракят». Вот где можно решить эту проблему. У нас на зиму представлены, были отшиты такие базовые платья. Очень теплые платья. Также костюмчики на повседневную. Очень пользуются популярностью, потому что платья в простой фасон. Очень теплые и очень удобные. Ольга признается, одежду она шьет для себя. Как-то она задумалась, чего не хватает ей, молодой, активной мусульманки, живущей в большом городе. Ответ нашелся. Стильной, современной и удобной одежды. И найдя подходящих вариантов, она решила исправить проблему сама. На рынке было не очень много дизайнеров мусульманской одежды. Выбор был не очень большой. Туники, блузки, платья-рубашки. В принципе, в ассортименте есть все. Хозяйка бренда Ихляс подчеркивает, это именно городская одежда. То, что в мире моды именуют смарт-кэжуал. В таких платьях, пиджаках и пальто уместно появиться как в офисе, так и, например, в кафе вместе с семьей. Важный аспект. Соблюдены все нормы шариата. Зачем Ольга лично строго следит. Это основное правило и для владельцев бутика Сент-Лейди. Хотя здесь это сделать, казалось бы, сложнее. Ведь в этом магазине специализируется на трендовых моделях. На полки попадает одежда как из-за рубежа, так и российского производства. В последнее время представлена одежда, дизайнерская одежда. Это молодой дизайнер из Олдиана, она сама с Грозного. Она представлена достаточно совсем недавно. И она в последнее время пользуется очень успехом, потому что она очень современная, стильная у нее одежда. Самое главное, очень скромная. То есть вещи очень оригинальные, интересные, не избитые. Это расстоящий мусульманский прет-а-порте. Даже самые искушенные модницы всегда находят здесь что-то оригинальное. Еще бы, купить в Москве платье от итальянских и французских кутюрье не проблема. Другое дело, чтобы эти наряды подходили девушке, соблюдающей каноны ислама. Да и к тому же продавались по доступной цене. У нас можно подобрать также и по приемной цене. В среднем доставке женщина может прийти, купить себе понравившую вещь. И также есть женщины, которые привыкли носить брендовые вещи. То есть здесь ценовой диапазон очень разный. Кто-то скажет, слишком уж модная одежда не совсем мое. Иногда хочется классики. Что ж, решение совсем рядом. Дизайнер Лили Хамедулова уже несколько лет назад завоевала Казань. Своими сдержанными, но изящными нарядами для мусульманок. После участия в международной выставке Euro Asia Expo 2013 стало понятно, пора покорять Москву. И не зря такого в столице точно не хватало. Туники, легкие зимние платья с запахом, палантины. Здесь следят за трендами и фасонов, и расцветок. К счастью, это никак не отражается на ценах. Они более чем умеренные. В целом, если в России все еще и ощущается недостаток стильной одежды для мусульманок, то молодые, активные сестры решают эту проблему. И уже сегодня не составят никакого труда подобрать наряд по вкусу и кошельку. Машаллах, московские дизайнеры прямо удивляют нас. У них такие современные, красивые наряды в стиле кежуал. Кстати, у нас тоже есть магазин в Москве, в торговом центре «Лимол». Это такой своеобразный дом молодых дизайнеров. Джамиля, а спрос на исламскую одежду с каждым годом растет или наоборот? Я бы сказала, что с каждым годом растет количество мусульманских дизайнеров. И с учетом того, что у нас выручки не падают от дизайнеров и ассортимента одежды все больше и больше, буквально каждый месяц, наверное, появляется какой-то новый бренд. Поэтому все стабильно, все хорошо. Тем более, что в нашем секторе, в секторе мусульманских нарядов нет конкурентов. Мы все работаем ради довольства Всевышнего. И мы не только продаем одежду, а мы делаем даруат своей одеждой и своим видом, так скажем. Машаллах. Джамиля, а кто ваши клиенты? Это в основном соблюдающие мусульманки? Вы знаете, такой немножко щепетильный вопрос. Конечно, наши клиенты — это мусульманки. Но, возможно, еще есть и такие, которые, возможно, пока не покрыты. Очень радостно видеть, когда девушка приходит сначала непокрытая. Проходит какое-то время, она начинает одевать длинные наряды, юбки, блузки, плотя. По истечению какого-то времени просто девушка заходит уже в платке. И такая радость на душе. Если в процентном соотношении, то где-то 70% у нас соблюдающие мусульманки одеваются, и 30% у нас одеваются девушки, которые, например, идут на никах или только-только еще начинают соблюдать каноны шариата. А сейчас с нами выйдет на связь владелица известного бренда «Ирада» Амина Шабанова. Амина любезно согласилась ответить на вопросы наших зрительниц. Вот Амина уже на связи. Ассаляму алейкум, Амина. Амина, вопрос, значит, первый. От Абидат из поселка Новобжигакай, республики Адыгея. Что такое мода с точки зрения соблюдающей мусульманки? Мода с точки зрения любого человека – это образ, способ, правило, которое принято в тот или иной период времени, и которому следует огромная масса людей. Следующий вопрос задает Ясмина, мусульманка из Северной Осетии. Значит, вопрос такой. Как выглядит современная московская мусульманка? Что больше пользуется спросом? Мы занимаемся этим бизнесом уже больше шести лет. Поэтому я могу сказать, да, что в какой-то момент было в моде, например, платье комбинированное. Ну, то есть, когда, например, есть одна ткань, и отличающаяся по оттенкам с рисунком, может быть, скомбинирована другая ткань. У нас они были в коллекции, и они пользовались спросом. Ну, то есть, это такие были сложные модели. Сейчас большим спросом, наверное, пользуются базовые модели. Это здорово, потому что базовая модель позволяет создать очень много разных образов. Ну, то есть, когда у тебя есть, там, простое самое базовое платье, ты можешь играть и с головными уборами, и с аксессуарами, и с накидками, и каждый раз создавать что-то новое, что-то свое, что-то, в чем тебе, именно тебе будет комфортно. Поэтому на сегодняшний день среди российских мусульманок в моде, во-первых, базовые вещи, а во-вторых, к нам пришла, наверное, эта тенденция свободной одежды. То есть, может быть, не черная, но чтобы это были такие, ну, как это, красивые, насыщенные оттенки, но чтобы это были свободные платья, то есть, такого абайного типа. При этом, все-таки адаптировано для России, для Москвы. Диана из Стамбула интересуется тем, что модно весной и летом 2017 года. Весна, лето 2017 – это, ну, как бы, опять же, большой спектр на любой вкус и цвет. Как из цветов – это розовые расцветки, причем разные оттенки, начиная от таких ядреных, ну, скажем, кукол Барби, таких оттенков, и заканчивая нежно-нежно пастельными тонами. То есть, все, что такое в розовых оттенках – это оливковые и салатовые цвета, ну, то есть, такие разновидности зеленого цвета. Если мы говорим про принты, то на весна-лет 2017 – это цветочные принты. Их в коллекции показали очень много культурных брендов. Соответственно, это тренд, который будет востребован в этом сезоне. Джинсовые изделия, причем такие, в основном, это куртки-пиджаки. Если говорить из элементов, то в новом сезоне будет в моде заплатки на рукава, например. Они снова вернулись. Вообще, мода, она циклична, она очень часто возвращается. То есть, как бы, поэтому мой совет, если кто действительно за ней следит, не убирать далеко какие-то свои вещи с позапрошлых лет, потому что, ну, скорее всего, через, может быть, несколько сезонов ваша вещь попадет прямо в тренд, ну, как, в тренд сезона. А вот мне интересно, Амина, как вы формируете свою коллекцию? На что обращаете внимание? В голове всегда масса идей, которые хочется, конечно же, всеразом реализовать, но, конечно, всему свое время. Когда ты понимаешь, что там ряд твоих идей выливается в коллекцию, мы начинаем подыскивать под все это дело ткани. Очень надеюсь, очень хочу, ну, иншаллах, все по воле Всевышнего, надеюсь, что коллекция будет оценена по достоинству нашими покупателями, потому что мы действительно сделали много того, чего не делали раньше. Ну и напоследок, Амина, что вы можете пожелать зрительницам канала Алиф? Дорогие девушки, помните, что нас встречают по одежке. Мы носительницы ислама, и на нас лежит огромная ответственность. Мы должны своим внешним обликом делать дават светским женщинам, светским людям. И мы должны нести себя достойно, мы должны показывать людям, светским, знакомым, незнакомым. А мы все равно с ними соприкасаемся. Ну, учебе, на работе, там, когда ребенок ходит в школу, в садик. Люди должны видеть, насколько в привилегированном положении мы находимся. И очень важно подбирать свой образ грамотно, чтобы он смотрелся гармонично, чтобы головной убор соответствовал платью. Я знаю случаи из своей жизни, когда девушка приняла ислам, увидев меня, как это, ну, стильно одетую. Она начала интересоваться исламом. Я не была тому причиной, понятно, все через Всевышнего. Но, может быть, я была одним маленьким шагом на пути к исламу. Это очень важно. Желаю всем чувствовать себя королевами в своих семьях. В хорошем, в правильном смысле этого слова. Потому что уважать себя отличается по значению от самовлюбленности. А уважать себя необходимо. Будете уважать себя вы, будут уважать вас окружающие и близкие вам люди. Благодарю вас, Амина. Вы сделали настоящий подарок нашим зрительницам. Ну вот и все на сегодня. Джамиля, огромное вам спасибо, что пришли к нам. Вы украсили нашу передачу. Вам спасибо, что пригласили. Очень было приятно и интересно. А я напомню, у нас в гостях была создатель бренда «Джамиля Стайл», известный дизайнер из Казани Джамиля Салахова. До новых встреч! Ас-саляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok